Итак, всем привет! В эфире Колдун. Сегодня я хочу запилить вторую часть этого замечательного туториала о том, как завязать шнурки на нью-бэлансах. В прошлый раз мы завязывали на модели 574. Вот она. Хорошо себя чувствует. Сегодня будем завязывать на модели 576. В прошлый раз видео получилось очень даже хайповым. По нему писали много комментариев. Многие школьники не поняли, как завязывать шнурки. Многие были негодовали, скажем так. Были фрустрацией. Поэтому я решил, как бы, повторение мать учения, вот я решил запилить вторую часть. Так бы мне это нафиг не надо, как бы, шнурки завязывать, сами понимаете. Вот. Но для некоторых людей, видимо, оказалась эта задача не такой простой, поскольку она требует все-таки какого-то наличия интеллекта. Вот. Поэтому, собственно, я считаю своим долгом внести, так сказать, вклад в образование всенародное. И записываю второй видеоролик на ту же самую тему. Итак, поехали. Мы берем шнурок и пропускаем его в самые нижние отверстия. У нас должна получиться такая полоска. Дальше мы снизу вверх пропускаем его в следующий уровень. Вот. А тут уже идет самое интересное. Мы смотрим, какой шнурок у нас был пропущен первым. То есть, внизу. Вот этот. Соответственно, это направление у нас будет доминирующим. И оно должно сохраняться по ходу всего завязывания. Соответственно, вот мы и сохраняем это направление. Идем дальше. Шнурок заходит всегда снизу вверх в отверстия. Эти кроссовки не были стираны еще ни разу. Хотя предыдущие вот я стирал раз 10 примерно. Но уже, как видно, отклеивается носок. Хотя это фирменные из Великобритании, Нью Бэлансы. Предыдущие кроссовки. Откуда-то из Малайзии. И все бы ничего, но я ударился ими на большой камень ледяной и расколол. Расколол носок. Поэтому пришлось использовать их лишь как тапки. Посмотрим, сколько прослужат эти. На самом деле, в планах есть их и стирать в стиральной машинке. И я видел на Ютубе чувака, который стирает и говорит, что это в принципе нормально. По-моему, даже вот именно эту модель он стирал. Но я пока что опасаюсь. Дождемся, пока они ощутимо испачкаются. И тогда приступим к тяжелой артиллерии. Первый готов. Второй пошел. Второй пошел. Ошибочка вышла. У нас вот это направление доминирующее. Поэтому мы точно будем идти первым. Вот так вот понизу его пропустим. Дальше идем. Сохраняем доминирующую сторону. Ориентацию, так сказать. Сохраняем доминирующую сторону. Дальше. Сохраняем доминирующую сторону. Так. Продолжение следует... Второй готов. Вот они, наши красавцы. Ну что, хочу пожелать всем школьникам, которые не справились с этим заданием с первой попытки, чтобы у вас получилось со второй. Надеюсь, этот урок был понятным и достаточно простым для вас. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки, если хотите. Пишите, что вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал. С вами был Колдун. Увидимся. Всем мир. Счастливо.